Вот она, та самая коллекция, которая покорила жюри международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис» в Москве. Повторный показ состоялся в родных стенах Белгородского механико-технологического колледжа, где все и начиналось. Именно здесь Анна Барыкина создала эту одежду класса «Прите-порте». Мне очень удобно. Мне изначально только ее привезли, мне шили некоторые вещи, мне очень она понравилась. И сама Анечка очень отлично постаралась и замечательно все выполнила. Это ее дипломная работа. Создавалась два с половиной года назад. Коллекция под названием «Сложно-сочиненное предложение» действительно состоит из сложных конструкций с использованием современных принтов. Подиумный вариант можно легко преобразовать в повседневную одежду, говорит руководитель дипломного проекта Татьяна Батченко. Народная тема навсегда актуальна. Это хорошая такая вот питательная среда для дизайнера, для трансформации формы. Наш народный костюм, он вообще очень красив, многогранен, поэтому действительно может служить такой питательной средой для образов новых. Поэтому мы решили на этом остановиться. То, что коллекция заняла первое место на международном конкурсе, для Анны стало большой неожиданностью. Дело в том, что обучение в колледже проходит по дуальной программе. И именно фабрика «Россиянка», на которой производилась одежда по эскизам Анны, отправила ее коллекцию на конкурс. Сама дизайнер на нем даже не присутствовала. До этого был уже опыт участия в конкурсах, также в международных, в российском конкурсе. Но больше переживаний, чем результаты. Тут я решила пойти путем без переживаний, без волнений, без мыслей. И получился такой замечательный результат. Долгожданную награду Анне специально доставили из Москвы в Белгород. И получила она ее из рук директора колледжа. На этом же конкурсе была представлена еще одна коллекция выпускницы механико-технологического колледжа Ксении Шаревич. Девушка завоевала приз зрительских симпатий. У нас созданы все условия для развития творческих способностей наших студентов. У нас создана неплохая материальная база. У нас работают очень квалифицированные преподаватели. Это не единичный успех наших студентов. Мы ежегодно принимаем участие во всех всероссийских международных конкурсах, выставках молодых модельеров. И всегда занимаем почетные призовые места. Что касается Анны Барыкиной, то на данный момент она еще не определилась, чем именно в области дизайна хотела бы заниматься. Конструированием одежды или, например, дизайном интерьера. Уверена только в том, что профессию выбрала правильно. Глобальные мечты в первую очередь о себе, чтобы начать свое дело, работать самой на себя. А уже такие общественные мечты, более социальные. Ну да, конечно, познакомиться с российскими дизайнерами, с международными дизайнерами. Конечно, это бы хотелось. Но я думаю, такая возможность предоставится из-за того, что мне вручили приз, стажировка в городе Москве в компании F5. Я думаю, все у меня получится. Анна продолжает получать образование по своей специальности в ростовском вузе. Учится дистанционно, живет и работает в Белгороде. И готовится к новым конкурсам. Анастасия Милославская, Александр Подубный. К этому часу Белгород.